Песня «Победа» С Маховой А где-то в людном мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят Одни в пустой квартире Их матери не спят Цвет лампы воспаленной Пылает над Москвой В окне на Малой Бронной В окне на Маховой Друзьям не встать в округе Без них идет кино Девчонки и их подруги Все замужем даваном В полях завислый сон Лежат в земле сырой Сережка с Малой Бронной И Витька с Маховой Но помнит мир спасенный Мир вечный Мир живой Сережку с Малой Бронной И Витьку с Маховой Сережку с Малой Бронной И Витьку с Маховой Это стихотворение было написано в 1953 году Евгением Винокуровым А в 1955 году оно попало в журнал Новый мир И там его увидел Марк Пернес У него было чутье Как говорят те кто с ним общался Какое стихотворение может стать песней И вот с этим стихотворением Он пришел к композитору Эшпаю Андрею И сказал что вот смотри какие стихи Надо сделать из них песню Вот потом они даже связались с автором Потому что несмотря на то что Из последнего куплета Начало помнит Но помнит мир спасенный Эта строчка стала цитироваться Стала заголовком многих статей Но изначально в стихотворении Не было этой строчки Стихотворение Винокурова Евгения Заканчивалось так Пылает свод бездонный И ночь шумит листвой Над тихой Малой Бронной Над тихой Маховой Но Марку Пернесу показалось Что это не такое яркое Окончание песни И вот они с друзьями Они сделали окончание Но помнит мир спасенный Мир вечный Мир живой Сережку с Малой Бронной И Витьку с Маховой И таким образом Им казалось что это более яркое Более красивое Окончание Но для Евгения Винокурова Это казалось слишком плакатным И вот этот такой момент Евгений всегда писал свой вариант Окончание А пелась она все-таки Вот напомнит мир спасенный Вот с этими строчками В этой песне Только Подводных камней Как бы два Когда вот это Напомнит мир спасенный Мир вечный Мир живой Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- И можно еще сделать вот такой вариант, совместить вариант автора Евгения Винокурова с вариантом, который сейчас поется. Можно вместо повтора первого куплета начать третий куплет именно со слов автора «Былает свод бездонный, и ночь шумит листво». Над тихой малой бронной, над тихой маховой, но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной, Серегу и Витьку с маховой. Вот. И таким образом объединить два варианта, потому что, в принципе, песня ничего не теряет. Наоборот, становится, ну, как бы, без повтора, да. То есть, хотя и там на контрасте, если вариант, который поют, что они лежат в земле сырой, но их помнит, но, в принципе, мы и так уже за песню поняли, что их нету, да. И поэтому можно добавить все-таки куплет автора самого стихотворения «Былает свод бездонный, и ночь шумит листвой». То есть, таким образом мы делаем красивую вот эту обстановку вечного неба, да. Вот. И еще хочу сказать, что вот Егор Крид, я хоть, честно говоря, его не очень долюбливаю, но вот в этом году сделали такую аранжировку красивую на эту песню. Потрясающе, там, особенно окончание этой песни. То есть, получилось очень красиво, такая масштабная. И Егор Крид, скажем тут, честно, что он очень ее сделал здорово, очень вот внутренне, то есть без вот этого пафоса, а именно сердечным таким вот пониманием, прочувствованием этой песни. Если у вас есть возможность, послушайте этот вариант, он очень достойный получился. Вот. Я даже хочу, конечно, найти фонограмму, минусовку этого варианта, и, может быть, когда-нибудь спеть на День Победы или на День Памяти этот вариант. Он очень достойный получился. Вот. Спасибо за внимание. Благодарю. До новых встреч.